АЛЕКС КОВАЛЬ, АННА МИШИНА, МАМА ДЛЯ РОМАШКИ ПРОЛОГ Ноги подкашиваются, и я оседаю на стул, поднимая взгляд от бумаг на Руслана. «Ну как?» – на его упрямом лбу пролегли две продольные морщины. «Понравилось?» – кивает на зажатую у меня в руках папку и ещё больше хмурится Беркутов. «А теперь расскажи, как ты попала в мою фирму?» «Мне дал направление институт», – говорю осипшим голосом, с трудом продирая горло. «Да не надо мне заливать эту ерунду, будешь лить её в тачке, как ты попала именно ко мне?» Тон не терпящий возражений. Мужчина подаётся чуть вперёд, упираясь локтями в стол. Желваки на его лице ходят ходуном, а потемневшие глаза прожигают яростным взглядом. «Я правда не понимаю, о чём ты, вы…» – пытаюсь проморгать подступающие слёзы. «Я прекрасно осознаю, в каком свете сейчас видит меня Беркутов». «А мне кажется, понимаешь, не надо лжи, Алиса. Я сделал нужные выводы. Не стоит больше унижаться». Дёрганый резко поднимается с места мужчина и направляется на выход. Я вскакиваю следом и хватаюсь за рукав его пиджака, как за своё единственное спасение. «Разве дети в ответе за своих родителей?» – пытаюсь достучаться до него, надеясь, что услышит, что поймёт и поверит. «Ты уволена!» – зло рычит, выдёргивая свою руку из моих онемевших пальцев. «Расчёт и рекомендацию получишь в бухгалтерии. Свободно!» Искривившись с таким презрением, промелькнувшим в глазах, отворачивается от меня, направляясь в сторону лифтов. «Ты дорог для меня, Руслан! Я никогда бы так не поступила, даже под страхом смерти!» Кричу в ответ, но он не обращает на меня никакого внимания. Вот так, одним махом, окончательно вычеркнув меня из своей жизни. Глава первая. Руслан. Месяц назад. Восемь утра в моём доме обычно начинается с трезвона будильника, но сегодня день пошёл не по плану. Начать хоть с того, что старт этого, как потом оказалось, адского денька, был в девять со скачущего на кровати маленького урагана. «Папуля!» Вереща во весь свой звонкий голосок и, подлетая на пружинистом матрасе, возложила на себя миссию разбудить родителя-дочурка. «Пала вставать!» «Почему ребёнок не в саду? И где няня?» Два вопроса, на которые я пытался найти ответ, перевернувшись на живот и уткнувшись лицом в подушку. «Проклятие! Единственный выходной за цать лет! Девять! Утра!» «Выспался, Беркутов!» «Ромашка!» Поднимаю голову, созерцая довольную моську своего ребёнка. Растрёпанные светлые кудряшки подскакивают вместе с хозяйкой, а на лице выражение запредельного счастья. «А где няня?» «Нина готовит завтлак!» Заскакивает на спину мелочь и, обняв за шею, вытягивается на мне во весь свой невеликий ростик, влепив смачный чмок в небритую щёку. «Калюсий!» Захохотала дочурка, упираясь щёчкой мне в затылок. Довольно улыбаюсь в подушку и уже почти задремал снова, когда хитрюга шепчет на ушко. «Можно я сегодня не поду в садик, папуль?» Маленькая голубоглазая подлиза. «А я на работу, да?» Переворачиваюсь, признавая поражение в попытке выспаться, и захватываю в объятие извивающегося ужиком ребёнка, расцеловывая в румяные щёчки, и щекоча до оглушительного визга. «Нет, а ты пойдёшь на работу!» «Почему это?» «Потому что!» Выдали мне уверенно в ответ, показав язык и улепётывая так, что только пятки засверкали. «Ух, утро!» Валюсь обратно в ворох подушек и на мгновение прикрываю глаза. Думал ли я когда-то, что в свои тридцать пять стану отцом-одиночкой? Три раза, ха! Я и о семье-то особо не грезил никогда. Молодость была бурной, а когда чуть остепенился, на отношения элементарно не хватало времени. Жил практически на работе, да и сейчас оно могло быть так, если бы однажды на пороге не нарисовалась бывшая подруга с животом до подбородка и заявлением, что этот ребёнок от меня. С ума сойти, но уже почти три года я – батя. Иногда кажется, что эта информация до сих пор не укладывается в голове. Месяц перед родами носился с бывшей, как с хрустальной вазой. Вопреки ворчанию матери, принял ребёнка. Роды в Америке, выписка, на которой все сияли от счастья. И последующий перелёт в Россию, уже в одиночестве. И с Робертой на руках. «Жалею ли я, что оставил малышку себе, когда её мать через месяц после родов смоталась за любовником во своясе? Ни черта подобного! Моя! И всё тут!» Поток мыслей прерывает звонок. «Да!» – отвечаю на автомате, даже не глянув на экран. Краем уха слышу детский лепет, доносящийся с первого этажа. «Ромашка с няней, вот и отлично! У отца есть время включить мозг!» «Русланчик, доброе утро!» «Олеся!» – отрываю телефон от уха, бросая взгляд на экран. «Чёрт! Я, кажется, просил меня так не называть. Добрая!» «Ты смотрю не в духе, а вроде выходной!» Поёт мне в ухо хитрый голосок секретарши-любовницы. «Да, гад, но что далеко ходить?» «Я соскучилась. Может, встретимся вечером? Или мы могли бы сходить куда-нибудь посидеть и...» «Ты за этим мне звонишь?» – перебиваю малоинтересный поток слов и поднимаюсь с кровати. «Я же сказал, что сегодня буду с дочерью весь день». «Ясно!» – слышу обиженное сопение в трубке. «И нет, не поэтому я звоню. По работе!» «Что ещё у вас случилось?» – плетусь в душ, попутно закрывая дверь на замок и скидывая вещи. Дочурка любит уничтожить к чертям личное пространство отца. «Собственно, ничего критичного, но час назад позвонили из стройком. Они готовы встретиться и обсудить условия продажи». Зависаю на пороге ванной комнаты, бросая взгляд на часы, примастившиеся на прикроватной тумбе. «Во сколько?» «Через час». «Чёрт!» – чертыхаюсь в темпе, соображая, как разрулить сложившуюся ситуацию. «Звони, пусть подъезжают. В десять буду в офисе». «Успеешь?» «Успею». Сбрасываю вызов и заскакиваю в душ. Холодная вода бодрит, а ограниченность во времени подгоняет. Фирма, с которой я последний месяц пытался выйти на связь, каких только засыльных не отправлял. Снова обернула всё в свою пользу. Даже интересно, какие условия Глебов решил выдвинуть. Брюки, рубашка, пиджак. Вполовину спускаюсь в гостиную, как раз в тот момент, когда няня Роберты собирается уходить. «Руслан Данилович, доброе утро. Там на столе ещё горяченькие оладушки и кофе. Я…» «Доброе утро, Нина Фёдоровна». Останавливаю женщину уже на пороге. «Час. Мне нужен всего час. Посидите, пожалуйста, с ромашкой». «Руслан Данилович, я не могу. Мы же договаривались, что сегодня Роберта с вами весь день…» Извиняющимся взглядом смотрит на меня женщина в годах. Миловидная, с лёгкой проседью, в собранных в пучок волосах и доброй улыбкой. Женщине слегка за пятьдесят, а как и моя мать, сидеть на месте не умеет абсолютно. «Я записалась к врачу. Что-то сердечко пошаливает в последние недели. Если бы я знала. Может, в сад?» «Нет, не качу в сад!» – высовывается из-за угла недовольная моська ребёнка. «Папочка обещал, что я сегодня буду дома!» – дуются карамельные губки. «Папе надо на работу, солнце!» Делаю слабую попытку, хотя у самого сердце разрывается. Терпеть не могу, когда всё идёт не по плану. «Не подду в сад!» – воинственно складывает ручонки на груди маленькая госпожа. «Ладно, разберёмся». «Разобрался. На работу едем вместе. Моё кудрявое чудо сидит на заднем сидении в детском кресле и болтает ножками, пока я старательно объезжаю пробки и пытаюсь дозвониться до Марата, чтобы ему неладно было». «Папуля, а мы поедем в палк?» «Поедем, сладкая. Гудок, два, три и грёбаная абонент не абонент». «А молозаная будем кусать?» «Будем. Одним глазом на дорогу, вторым в мобильный. Ищу номер друга и не сразу понимаю, что мой любимый железный конь нифига не хочет ехать. Система в додже начинает дурить не по-детски». «Твою ж!» – шиплю под нос, съезжая на обочину. Вижу, как стрелка нагрева двигателя ушла в красную зону и тут же загорелся чек на приборной панели. «Что за ерунда?» «Па, мы приехали». «Ромашка, сиди в машине». Отстёгиваю ремень и выбираюсь из прохлады салона прямиком в майское пекло. Открываю капот и понимаю, что нихрена я не понимаю. Только этого мне ещё не хватало. До встречи меньше двадцати минут, а мы застряли почти в пяти кварталах от офиса. Я в брюках и белой рубашке точно не готов шарить под капотом. И, как назло, вокруг ни одного автосервиса или захудалой шиномонтажки. «Марат, твою мать, возьми трубку!» Рычу автоответчику и... О, чудо! Не проходит и пяти минут, как друг объявляется. «Рус, ты где? Представители стройком с юристом уже у нас. Тебя только ждём». «У меня машина накрылась. Максимум, куда я успею доехать, это до ближайшей автомастерской. Придётся тебе без меня разруливать». «Встреча без гендиректора?» «Глебов будет в ярости». «А я что сделаю?» «У меня ещё и ромашка в машине». Нервы на пределе, аж слегка потряхивает. «Ещё чуть-чуть, и я поверю в то, что это просто не судьба». «Так, давай я потяну время, а ты дуй в сервис. Сейчас скину адрес хорошей автомастерской и скажешь, что от меня. Бросай там машину и давайте с ромашкой в офис. Водителя фирмы отправлю за вами. Ты где сейчас?» Диктую улицу и номер рядом стоящего дома, забираясь обратно в салон, где дочурка на заднем сидении успела устроить целый плюшевый зверинец. И как интересно у неё этот зоопарк помещается в маленький рюкзак. «Вы совсем недалеко. Всё, короче, поработаю аниматором слегка. Жду тебя, Рус!» Командует друг и бросает трубку. Разворачиваю машину в обратную сторону и, сильно стараясь не давить на газ, еду по указанному Маратам адресу. Что за сервис, я вообще понятия не имею. Первый раз слышу о таком, но выбора большого, собственно, и нет. Бросаю взгляд в зеркало заднего вида и не могу сдержать улыбки. Вот у кого непрошибаемое спокойствие и полная безмятежность. Хоть война, хоть апокалипсис, этого ребёнка ничего не берёт. Автосервис, который посоветовал Марат, оказывается приличным по размеру ангаром. Невысокое серо-красное двухэтажное здание, на первом этаже которого, надо полагать, находятся гаражи. Неброская неоновая вывеска сверкает над въездами, которых здесь три. Два из них открыты. В одном замечаю мельтешащий персонал и, с опаской поглядывая на датчики, заруливаю внутрь. Первым делом у въезда в глаза бросается чёрный, начищенный до блеска мотоцикл. Двухколёсный красавец сверкает на солнце, притягивая взгляд. Когда-то давно по молодости и сам баловался таким видом транспорта. Кровь кипит, адреналин зашкаливает. Ощущение, пока несёшься в шлеме по ночному городу, несравнимо ни с чем. «Папуля, я с тобой!» конючит ромашка, самостоятельно отстёгивая ремни в кресле. «Со мной так со мной!» Паркуюсь около железного коня и вытаскиваю ребёнка из салона. Взяв за руку, веду за собой в поисках персонала, который как сквозь землю провалился. Часики тикают, а генеральные директора никогда терпением не отличались. Вот и я начал закипать, обойдя вдоль и поперёк гараж, пока рядом с седаном на подъёмнике не нарисовался наконец-то хоть кто-то. «Эй, парень!» Зову работника в синем комбинезоне, спущенном с плеч. «Парень, слушай, где у вас тут автомеханик толковый?» Делаю ещё одну попытку добиться ответа, но снова тишина. «Эй!» Выдаю свист, и, наконец-то, пацан оборачивается. Красная кепка прикрывает лицо, а солнце светит прямо в глаза, так что работника разглядеть не удаётся. «Я говорю, с кем можно переговорить по поводу машины?» «Вы это мне?» Спрашивает парнишка, а я торможу, услышав голос. Слишком уж женский тембр. Не понял. «Парень, значит?» Удивлённо переспрашивает работник. Замечаю промелькнувшую ехидную ухмылку, делаю ещё шаг вперёд и охреневаю в конец, когда понимаю, в какой попал просаг. Парень, который оказался совсем даже не парень, скидывает кепку, и по плечам рассыпаются длинные золотистые локоны. Шикарная копна обрамляет аккуратное, почти что кукольное личико, которое я, наконец-то, могу рассмотреть. Это девушка в синей грязной робе автомеханика. Охеренно красивая девушка с дьявольской улыбкой на чертовски манящих губах. Вот это фиаско, Беркутов! Глава 2. Алиса Будильник. О, нет! Так и хочется спрятать голову под подушку и проспать до обеда. Не открывая глаз, нащупываю телефон и провожу пальцем по экрану, откладывая сигнал ещё на 10 минут. Будто они сыграют большую роль. Казалось бы, нет, но самое обидное, что лучше всего спится именно в эти минуты, что выпадают урывками между отложенными звонками. Почему такая несправедливость? Снова проваливаюсь в сон, глубоко-глубоко, но тут же снова начинает трезвонить телефон. Драгоценные 10 минут прошли. Как бы не хотелось, но надо вставать, а то откладывать можно до тех пор, пока окончательно не опоздаю. А для меня это непозволительная роскошь, ведь я обещала дяде помочь. И кем я буду после, если не выполню своё обещание? Правильно, плохой племянницей. Поворачиваюсь на спину и, вытягиваясь в полный рост, разминаю затёкшие мышцы. Поправляю лёгкую хлопковую футболку, задравшуюся до груди, и, взъерошив, разметавшиеся по подушке волосы, сажусь на постели. В комнате ужасно душно, и в который раз ругаю себя за то, что с вечера не оставила открытым окно. Собираю волю в кулак, мысленно уговариваю себя поспешить вершить великие дела и выбираюсь из-под тонкого покрывала. Натягиваю домашние брюки и решаюсь на подвиг. А именно, открыть шторы. Отдёрнув плотное полотно в сторону, тут же щурюсь от яркого света. Май в самом разгаре. Отлично. Скоро долгожданное лето. Это не может не радовать. На деревьях под окном щебечут птички, а лучики весеннего солнышка приятно щекочут кожу. Мама уже ушла на работу. Зная мою некоторую безответственность по отношению к собственному желудку, родительница каждое утро оставляет на столе завтрак, что, как всегда, вызывает улыбку на губах. Привожу себя в порядок в считанные минуты. Бутерброды с кашей проглатываю чуть ли не на ходу. На часах почти восемь, а мне уже через десять минут нужно быть в гараже. Мой образ, состоящий из джинсов, футболки и джинсовки, завершают белые кеды и чёрная кепка. Длинные волосы в хвост, рюкзачок на плечо и на выход. У дома ждёт мой двухколёсный конь, любимый нейкед Кавасаки. Моя гордость – мотоцикл, купленный на честно заработанные деньги за прошлое лето. Идеально чистенький, без единой царапины, так и сверкает своими чёрными, отполированными до блеска боками. До сих пор смотрю на этого зверя и не могу поверить, что он мой. Я этой маркой грезила едва ли не с детства. Надеваю шлем, безопасность превыше всего. Сажусь на мотоцикл, завожу двигатель и с рёвом срываюсь с места. Чистый кайф. «Опаздываешь!» – у ворот встречает меня дядя. Как всегда в своём рабочем комбинезоне. Иногда так и хочется к его образу добавить крутой байк. Серьёзный мужчина, слегка за сорок, с бородой и волосами, собранными в пучок. Выбритые виски и причудливая вязь татуировок на руках. Всё это добавляло ему немного рокерского вида. Подтянут, держит себя в прекрасной форме, которая некоторым парням даже и не снилась. В общем, загляденье для любой девушки. Мамин брат мне роднее любого из наших родственников. Дядя Паша мне как отец. С детства возился как с дочкой. А в подростковые годы усмирял мой буйный нрав и доступно, популярно объяснял, как вести себя не стоит. Во многом мой характер и то, какой я выросла – его заслуга. «Извини, но ведь погода какая, и плюс молодой организм, требующий отдыха». Ставлю на подножку мотоцикл и подхожу к дядьке, обнимаю и целую в небритую щёку. «По ночам всё сидишь над учебниками», – понимающе кивает. «Тяжёлое время выпало на мою долю». Пожимаю плечами, но всё так же улыбаюсь. «Зато потом будешь дипломированным спецом», – хмыкает мужчина, похлопав меня по плечу. Он, как всегда, еле заметно улыбается в густую бороду. «Знаю, что ему приятно моё внимание, но он старается не показывать этого. Собственно, и любовь к железу на колёсах привил он, так как мать работала, и деть меня было абсолютно некуда. Почти всё моё детство прошло в этом автосервисе. Однажды дядька согласился присматривать за мной, так с тех пор и мучается. Я хоть и выросла, но до сих пор провожу всё своё свободное время здесь. Обвожу взглядом, как всегда гудящий, словно улей сервис, и не могу сдержать довольной улыбки. А ведь когда-то дядя Паша начинал своё дело с обычного гаража, пара рабочих и минимум клиентов. И вот за столько лет упорной работы дорос до сервиса, зарекомендовавшего себя честной и качественной работой. «Вчера виделся с Мариной. Кажется, она не очень довольна, что ты все выходные торчишь здесь», – подмигивает дядя хитро. «Мамина нелюбовь к такому моему хобби вполне понятна, но и упрекать меня в чём-то причин у неё нет. Учёба на отлично, плюс какой-никакой заработок». «Однажды она смирится, что любовь к лошадкам под капотом у меня не отнять», – пожимаю плечами. «Хоть она и ругается, но понимает, что гараж – моё всё». «Да и тем более сейчас начнётся преддипломная практика, там уже количество моих визитов в гараж сведётся к минимуму». «Плохо. Такого отличного спеца, как ты, Лиска, ещё поискать надо», – качает головой дядька. «Но диплом – дело нужное». Долго не болтаем, у каждого своя работа. Я знаю свои обязанности, поэтому сразу направляюсь в раздевалку. И для меня она отдельная, так как я единственный механик в женском теле. Стягиваю джинсы и тут же натягиваю комбез. Под красную кепку с логотипом сервиса заправляю волосы, ещё раз кидаю оценивающий взгляд в зеркало и выхожу. «Сегодня на удивление жарко», – разговаривают механики за работой. «Привет, Лиска!» – обращают на меня внимание, стоит только появиться в дверях. «Привет, сервисмены!» – отвечаю в ответ. «Лиса, тебя там Шеви ждёт с заменой клапанной прокладки. Справишься?» – перехватывает меня менеджер. «Конечно». И, получив ЦУ, отправляюсь к нужной машине. Когда занимаюсь ремонтом, все ненужные мысли улетучиваются вмиг. Остаётся машина, инструменты и сама работа над поломкой. В данной работе ничего сложного, элементарно изучить строение нужной детали. А тут так и подавно. Всё до меня разобрали, останется только всё зачистить, пройти герметиком и установить саму прокладку. Немного времени, чтобы схватилось, и возвращаем всё на свои места. Как только всё собрала, решила немного просмотреть шланги, когда до слуха доносится мужской голос, явно что-то вопрошающий. «Парень, слушай, где у вас тут автомеханик толковый?» – доносится до моего слуха. «Эй!» – раздаётся свист. «Я говорю, с кем можно переговорить по поводу машины?» «Вы это мне?» – отрываюсь от работы и встречаюсь с карим взглядом. Высокий брюнет в дорогом деловом костюме, весь с иголочки, и за руку держит очаровательную девчушку. Очень медленно, но, наконец-таки, до меня доходит смысл услышанного. «Парень, значит?» – переспрашиваю то, что задевает. Неловкое движение, из головы слетает кепка, а волосы каскадом рассыпаются по плечам. «Досада, перчатки грязные, а чтобы собрать волосы, нужно сменить их». Уже мысленно проклинаю посетителя и, чертыхаясь, пытаюсь откинуть волосы за спину. «Мне нужен толковый механик!» Мужчина останавливается в паре шагов от меня, разглядывая с удивлением. «А что случилось?» Обычно можно сказать примерно, что с авто по жалобам клиента. Диагностика на словах, так сказать. А более точные выводы уже будут после детального осмотра. Обычная практика в сервисах. Однако этого серьезного дядю мой ответ не устраивает. «Ты слышишь вообще меня? Механик где?» В его голосе появляются рычащие нотки. Нетерпеливый какой. «Это у вас со зрением проблемы, скорее всего?» Парирую в ответ. «Где машина? Что за проблемы?» По мере произносимых мною фраз, лицо мужчины вытягивается от удивления. «Да я...» Не успевает договорить, как к нам приближается один из сотрудников. «Что случилось?» Подмигнув мне с улыбкой, тут же переводит взгляд на потенциального клиента. «Да вот это...» С возмущением начинает отвечать, но я перебиваю, ибо нефиг, как говорится. Требует механика, что-то с машиной, судя по всему. «Ну...» Снова ловлю злой взгляд мужика. «Датчик шалит, скорее всего», – пробубнил недовольно тот. «Показывайте!» Все тянемся к выходу на улицу. Когда подходим к объекту работы, у меня, по-моему, даже начинают нервно трястись руки. «Боже, какая машина!» «Это же додж-дюранга третьего поколения!» «Ух, восторг в моих глазах, наверное, сияет ярче солнца!» «Таких машин у нас в стране очень и очень мало, считай эксклюзив, а стоят они запредельно дорого. Если бы могли закапать слюни от обожания к этой тачке, то уже закапали бы, но я держусь из последних сил, честно». Саня, механик, оказывается, немного сдержаннее меня, хотя в глазах тоже промелькнуло легкое удивление и восхищение. Он тут же открыл капот и кивнул хозяину авто. «Заведите машину!» – скомандовал, и клиент беспрекословно выполнил просьбу. Девчушка же стоит рядом с мужчиной, обнимает своими худенькими ручками рюкзачок и с интересом за всем наблюдает, искосопоглядывая своими красивыми большими глазками на меня. «Датчик нагрева уползает в красную», – смотрит на меня Саня. «Самые простые варианты исправления неполадки?» Он любит похвастаться моими знаниями перед такими типами. «Сань, первоклассник решит эту проблему!» Подхожу к машине и, привстав на носочки, откручиваю крышку расширительного бачка. Что и требовалось доказать. Пустой. Значит, надо искать место протечки. Другими словами, дядя, – оборачиваюсь к мужчине, – у вас капает. Да, мне захотелось задеть этого индюка, и, судя по выражению его лица, у меня получилось. В смысле, убежал антифриз. Ну, если быть точнее, то у вашего доджика отсутствует охлаждающая жидкость. Не замечали лужица под машиной? «Нет», – ошеломлённо отвечает. «Зн...» Договорить не успевают, так как вышибает из колеи девчушка. Малышка подходит ко мне и берёт за руку. Так доверчиво заглядывая в глаза, спрашивает ангельским голосочком. «Ты пойси не с папином, а сыну?» Абсолютно не смущаясь. А у меня от умиления тут же на лицо натянулась глуповатая улыбка. «Обязательно, малышка, даже не сомневайся!» Чуть смягчаю голос и подмигиваю ребёнку. «Лис, прошерсти тогда тачку!» Кидает фразу Саня и собирается уйти, как мужчина начинает возмущаться. «Я против того, чтобы под капот моей машины лезла эта девчонка!» Делает несколько шагов в нашу сторону отец малышки, но останавливается и убирает руки в карманы брюк. «А других девчонок у нас нет. Если хотите машину получить завтра, то ею будет заниматься этот механик. Если нет, то вам придётся записаться в очередь. Сейчас позову менеджера». Сколько эмоций, злость, растерянность, недоверие отражается на лице клиента. Даже жалко его становится. Он с жалостью смотрит на свою машину, будто я его чёрного красавца здесь по винтикам разберу, и подзывает к себе девочку. Раздаётся звон мобильника, и мужчина, чертыхнувшись, тут же отвечает. «На месте, уже идём, да!» Поворачивается ко мне. «Мне машина нужна уже завтра. Надеюсь, вашему сервису можно доверять?» «Нет, это не злость. Это уже смирение со сложившейся ситуацией. Тогда прошу к менеджеру оформить заявку. Показываю рукой, куда идти, и сама отправляюсь доделывать свою работу». Глава третья. Руслан. «Прошу к менеджеру оформить заявку!» Ехидный голос и лёгкая, издевательская мать её улыбка на губах блондинки аж подбрасывают от злости. Кем себя возомнила эта девчонка, что едва ли не в дочери мне годится? Закипаю, но, скрипя сердце, понимаю, что выбора, собственно, и нет. Машина мне нужна на ходу позарез. Усаживаю ромашку на плечи и иду туда, куда послали. Быстро разбираюсь с документами и, не теряя ни минуты, лечу с водителем в офис, бросая последний взгляд на додж и поджимая губы. Голову Макару откручу. Подсобил как надо. Теперь всю неделю буду как на измене сидеть. Не доверяю я женщинам авто, когда они за рулём. А что уж говорить о том, когда они лезут под капот? Разве в их головах вообще что-то кроме шмоток и хренову тучу названий разных оттенков розового может быть? Особенно у таких, как эта. Девчонка хороша. Даже грязная рабочая форма не скрыла её с ног сшибательных форм. Хм, Лиса. Странное имя. Или, скорее, прозвище. И вообще, женщина-механик? Серьёзно? Ух, чёрт. Папуля! Заскакивает мне на колени непоседа, отвлекая от успокаивающей картинки, что нарисовалась в голове. Как я в красках и подробно расписываю другу, куда ему вместе с этой автомастерской стоит пойти. Что, Ромашка? А почему мы оставили нас у Масыну? Потому что её нужно починить. Так лосивая тётя будет синить твою Масыну. Теребя маленькими пальчиками лацканы пиджака, сует свой любопытный носик во взрослые дела дочурка. Да, малышка, та самая тётя. А девочки могут синить Масыны? Могут, как оказалось. А я, когда выласту, тоже буду синить Масыны. Гордо задирает голову ребёнок, забавно тряся своими кудряшками. Босые такие, как твоя, пап. Я и твою посиню. Хочешь? Давай мы об этом поговорим лет через пятнадцать. Легонько щёлкаю по носу своё кудрявое чудо. Даже не хочу думать, что нам предстоит пройти с Ромашкой. Возможно, с мальчишкой было бы проще в этом плане. Но Богу благодарен за дочурку. Тем временем автомобиль останавливается у нужного бизнес-центра. С дочуркой на руках быстрыми шагами направляюсь в офис. В лифте девчушка разглядывает себя в зеркальной поверхности и забавно корчит рожицы, что немного притушает мой гнев. Наконец-то! Стоит только открыться дверям лифта, как нас уже ожидает Марат. «Я думал, вас Бермудский треугольник затянул», — хмыкает друг и протягивает руку. «Меня затянул тобой рекомендованный автосервис», — рыкнул в его сторону, но тут же остыл, поймав насторожённый взгляд дочери. «Не при ней», — ответил на приветствие, слегка сильнее сжав кисть друга. «Что не так? Они профессионалы!» — непонимающе пожимает плечами, протягивая руку Ромашки. «Пойдём, красотка, твоего папу ждут великие дела!» — улыбается во все свои тридцать-два зуба. «И девушки у них мастера, да?» — уже более мягко интересуюсь у друга. «Да ты что! Если бы знал резину, поехал бы к ним менять!» — ржёт этот засранец. «Папа, я с дядей Малатом останусь?» — недоверчиво смотрит на меня ребёнок. «Да, малыш, помучай его немного, а то скучно жить дяде Марату стало. Целую дочку в пухлую щёчку. Я быстро!» В конференц-зал залетаю с опозданием больше, чем в полчаса, и, сердечно извинившись перед немного насупленными представителями фирмы потенциального партнёра, приступаю сразу к сути вопроса. Совещание проходит вполне в стандартном режиме. Все ребята — исключительные профессионалы своего дела, и поэтому, несмотря на моё опоздание, всё было достаточно лояльно. Краем уха слушаю условия, что мне по списку зачитывает адвокат фирмы-продавца. Но перед глазами то и дело всплывает всё та же девушка в робе с ухмылкой на дерзких губах. Пару раз пришлось даже тряхнуть головой, так как видение не собиралось исчезать. Надо же, как прочно засело в голове! Или у меня совсем мозг поплавился. Оставалось только мысленно материться и внешне улыбаться, выполняя свою работу. Очень надеюсь, что моя улыбка не была похожа на звериный оскал. Благо, за столько лет в бизнесе уже иногда даже диалоги веду на автомате и до зубного скрежета надоевшими заученными фразами. «Ждём ваш ответ, Руслан Данилович», — пожимает мне руку представитель фирмы «Стройком» и, коротко кивнув, отчаливает вместе со своей свитой. «Фух!» — тут же выруливает из-за угла Марат, тряся кулаками. «Ставлю элитного крепкого, что они ушли довольные, как черти!» «Хм, дружище!» — поджимаю губы и киваю на дочурку, что семенит за ним следом. «О, точно, прости! Ромашка, закрой ушки, сладкая!» — подмигивает этот невыносимый разгильдяй, и Роберто послушно прикрывает ушки. «Ну что, ты всех натянул своим сногсшибательно выгодным предложением?» «Это скорее они нас натянули своими сногсшибательными условиями!» Ослабляю галстук и подкатываю рукава рубашки. «Почему в зале такая духота?» Хватаю со стола пульт и на всю врубаю кондиционер. «Отдел рекламы экономит на электричестве». «Да? Ну тогда передай им, что толку от этого мало. Они тут от жары скорее передохнут, чем выбьют себе прибавку к жалованию. Я пока не вижу той фееричной работы, которая меня бы на это вдохновила». «Да и чёрт с ними!» – машет головой друг. «Так что там с условиями? Всё так плохо?» Присаживаюсь на край рабочего стола и, наблюдая за вознёй ромашки, которая увлечённо что-то калякает, похоже, в каких-то моих документах, пересказываю другу весь ход встречи. «Дело труба!» – взъерошив пятернёй волосы, подвёл итог всему вышесказанному друг. «В принципе, всё не так плохо, но фирма-конкурент меня смущает». «Воронкорп? Что тебя смущает?» «Мутная фирма. Но ладно, не суть. Будем решать проблемы по ходу». «Ромашка, в парк едем?» – присаживаюсь на корточке рядом с ребёнком. «Мороженое ждёт». «Едем, папуль». «Ах да, Рус, пока не забыл». Уже на пороге останавливает меня Марат. «Помни же, что мы в этом году оставили пару мест для практикантов из вузов?» «Да, что-то такое ты мне говорил». «С завтрашнего дня к нам на стажировку придёт девушка. Энж мне её посоветовала. Красный диплом, умница, красавица!» – подмигивает дружище. «Так, на всякий предупреждаю». «Да мне, собственно, не особо интересно. Ещё не хватало впутаться в очередные рабочие отношения. Мне воналезь, и её истерик вполне хватает». «Ты у нас занимаешься текучкой кадров, так что удачи». Хлопаю друга по спине, и, подхватив свою кудряшку на руки, наконец-то могу спокойно выдохнуть. «Ладно, почти спокойно. Мой любимый додж всё ещё в руках девушки-автомеханика. Эта девушка всё ещё не выходит из головы. А фирма, с которой я надеялся заключить быструю сделку, ставила не то, что палки в мои колёса, а целые брёвна. «Да твою... день определённо пошёл...»